Дорогие ветераны! Мой дедушка воевал с фашистами. Он отдал мне свою жизнь. Мой деда Вальца воевал, он в внимании на деде воевал. Он потом в админице там себе лечил руку, у него там маленькая рука поранилась. Ощущение грандиозного праздника витает не только в воздухе детских садов, но и на улицах всех городов России. Несколько дней назад Красноярск принял эстафету победы. Мероприятие межнационального масштаба стартовало 2 февраля в Мурманске. По городам страны проехала бронетехника времен Великой Отечественной войны. Главная цель эстафеты – напомнить каждому жителю девяти государств. Нас ждет грандиозный праздник. И готовиться к чествованию ветеранов нужно уже сейчас. Марш! Начались торжественные марши и на Мемориале Победы. Сейчас они будут проходить все чаще и чаще. Репетицию праздничного шествия на 9 мая кадетский корпус начал, не дожидаясь окончания зимы. В этом году торжествам в честь 70-летия Победы уделяется особое внимание. К строевому шагу кадеты относятся трепетно. Право на ошибку не дает себе никто. Активно каждую неделю заседают в казачьем войске. На подобных мероприятиях братство обсуждает все аспекты подготовки к празднику. План мероприятий не только составлен, но и наполовину воплощен. К 70-летия Победы во всех подразделениях войска проходят мероприятия. Будем ходить участвовать в торжественных шествиях. А сегодня работаем в школах, организованы соревнования. Сейчас казачье войско выпускает специальную юбилейную серию наград. Вот такие ордена от Енисейского ювелирного завода уже этой весной получат все ветераны Великой Отечественной войны, а также участники боевых действий. Редактор субтитров А.Семкин